Я восхищался этими фигурками еще в прошлом году. Я кусал локти, что так и не купил ее в Европе. Нет времени объяснять, грядут войны к пуху на русском языке. Гигантская коробка, помимо прочего, полна шикарнейших фигурок, которые язык не поворачивается назвать миниатюрками. Простите, монстры из Mansions of Madness. В кои-то веки вы играете не за каких-то жалких сыщиков, а за великие древние силы. Обращайте культистов по всему миру и зарабатывайте могущество. Изучайте древние заклинания. Открывайте врата и выпускайте ужасных монстров. Или пробудите ото сна одного из великих древних, чтобы сокрушить ваших врагов. А если пожелаете, проведите ритуал конца света. И уничтожьте весь мир. Автор Воин Ктулху сам Сэнди Питерсон, создатель классической ролевой игры Call of Cthulhu, существующей аж с 1981 года. Четыре абсолютно разные игровые фракции, ожесточенные стратегические бои, адекватный уровень рандома и короткое время партии позволяют этой игре по праву считаться одной из лучших асимметричных настольных стратегий. Но, как и у любого союза с древними, у Воин Ктулху есть своя цена. За рубежом за коробку игры просят 200 долларов, что делает ее одной из самых дорогих настолок в мире. А до 15 сентября можно предзаказать русскую версию за 10 тысяч рублей. Да еще и с дополнительными бесплатными наградами, которые вполне активно открывают. Там же можно приглядеть себе и дополнения, которые позволят сыграть в игру аж до 8 человек. А если дополнения будут хорошо покупать, фабрика игр грозится и их перевести. В общем, нет времени объяснять все подробно. Вот эта коробка уже очень скоро вернется обратно в иные миры. А мне еще надо успеть свою предзаказать.